Наконец-то в туалетах вышло новое обновление. Что же, давайте быстренько посмотрим, что нам новенького добавили. Marketplace, Red Laser Camera Man, Dual Cargo Toilet, это у нас босс, кстати. Act Rocket Toilet Toilet, Amore Boston Conflation Units, Check Community Links, Full Update Log. Короче, обновление получилось, я так понимаю, такой, все слабенький, но самое интересное, это нам добавили Marketplace. И сегодня с Marketplace будет связан наш сегодняшний видеоролик. Дружище, обязательно поставь лайк и подпишись на канал, если ты хочешь, чтобы у меня побыстрее сервер передогрудился, что? Дружище, обязательно поставь лайк и подпишись на канал, если ты хотел бы себе на аккаунт Titan Drillman, но у меня его нету, поэтому мы продолжаем. Но перед началом небольшая реклама. Еще не слышал о новом магазине робоксов с лучшими ценами? Blogsport.gg, сайт, с которым покупка робокса пройдет выгодно, безопасно и быстро. Вводишь сумму покупки, следуешь понятным инструкциям на сайте и сразу после оплаты робоксы зачисляются на твой аккаунт. Кстати, каждая покупка на Blogsport приносит тебе очки опыта. Копи опыт, прокачивай уровень и забирай бесплатные робоксы на странице наград. Я оставлю секретную ссылку в описании, которая даст тебе бонус 10% к первой покупке на Blogsport. С ним ты можешь получить 500 робоксов всего лишь за 10 рублей. Удачных покупок. Ну что же, отправляемся на трейдинг плазу, заходим и давайте посмотрим, что нам такое новико добавили. Что за маркетплейс, если честно, это самое интересное, как по мне. Дирижабли у нас здесь летают, как всегда, в принципе ничего не поменялось. И вот здесь, посмотрите, какая здесь очередь. Окей, подходим поближе и здесь, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, купить юниты, продать юниты, маркетплейс и вот сами юниты. Я так понимаю, здесь юниты у нас поставлены от самого крутого до самого плохого, да? Ну-ка, давайте чекнем, да, от самого крутого до самого плохого, интересно. Кстати, еще интересно то, что самый плохой стоит 2500 гемов, а одни из самых крутых стоят по 400, по 800 гемов. Это как вообще? Есть самый плохой юнит, давайте попробуем его продать. Так, я нажимаю продать юниту, теперь вот так вот спускаемся в самый низ и я его не могу продать, чего? Нет, друзья, это какой-то бред, если честно, нужно будет про это обязательно видеоролик записать. Это что такое? Бесплатно? Вип? Ага. И давайте попробуем продать какую-то легендарку. Открываем свой бизнес и я хочу продать Dark Speaker Man, давайте, за 5 гемов. Вот почему бы и нет, давайте, продаем за 5 гемов. Да-да-да-да-да. Полетели, все, я выставил вот такого Dark Speaker Man'чика за 5 гемов. И когда у меня его купят? 5 гемов это нормальная цена, нет? Мне интересно. Окей, давайте посмотрим, что у нас здесь по ценам. Ммм, о, меня купили, вот, да-да-да-да-да, видите, за 5 гемов у меня его купили, теперь у меня целых 34 гема, это интересно. А цена юнитов показывается как в пейт-симуляторе или нет? Нет, цена юнита в юнитаре не показывается, ну ладно. Можешь написать в комментариях, дружище, нормальная цена была 5 гемов или нет, потому что я в ценах не разбираюсь. Могу даже мифика какую-то попробовать продать, я не знаю, либо годли. Вот сколько стоит годли? 10 гемов плюс-минус? Ммм, не знаю, выставлять или не выставлять его за 6 гемов. А, а, вот, справа написано его оптимальная цена, можно так сказать, понятно. А юнит, который я продал за 5 гемов, у него оптимальной цены нету, то есть это у нас настолько нищий юнит, что у него даже нету цены, ну ладно. А если я возьму какого-то, даже не знаю, какого-то лазер камера, лэрч лазер камервена, 175 гемов, понятненько, мало-мало. А мой самый дорогой юнит, это у нас, да, за 800 гемов его можно продать, вот такой вот Titan Clockman. Я его, кстати, получил бесплатно. Ну, как получил бесплатно, обменял на шефте Вимена, но это неважно. Так, вот этот юнит у нас тоже стоит 400. Окей, давайте попробуем кого-то купить. У меня есть 34 гема, что можно купить за 34 гема? Это очень интересненько. Так, пикерменов продают по 50 гемов, а я по 5 продал. Смотри, какие они наглые все, очуметь. Я их продаю, значит, по 50 гемов, а они продают по 5. Ну, это же вообще, как бы, ну, такое себе. Так, давайте, наверное, купим камера Вумен, попробуем, как вообще работает торговля. Да, все, я купил. В принципе, это было легко, если честно. А это кто такой? Вот это, кто это такой вот это, друзья? Напишите в комментариях, потому что я не знаю. Я его первый раз вижу. Ну-ка, если нажимаем магазин. А, вот он, Hyper Upgrade Titan Speakerman. Да-да-да, я его помню, все. Я его вспомнил, друзья. И да, я это покупал за 500 гемов. Зачем? Зачем я этот ящик покупал за 500 гемов? Хотя у меня есть этот юнит за 400 гемов, и я его могу продать свободненько. Окей, давайте попробуем, я не знаю, продать какого-то Sinister TV Man 250. Ого, он такой дорогой. Ага, то есть все вот эти, они у нас недорогие. DJ Speakerman у нас тоже недорогой. Вот этот у нас недорогой. Какой у меня прям здесь самый-самый крутой юнит? Я так понимаю, у меня Titan Clockman самый крутой юнит, да? Не, вообще, по сути, это вот этот Speakerman самый крутой юнит. Потому что, ну, как бы, вы видите, он стоит у нас, если его покупать, он стоит у нас 2500 гемов. Продать я его никак не могу. Мне интересно, если я его куплю, то я его продать смогу. Я не знаю, там, подешевле или нет. Как его выставить на продажу вообще? Два стока, видите, кто-то его выставил все-таки. Друзья, если вы не шарите, то это мой подписчик. Это мой подписчик, как он выставил его на продажу? Мне нужен тут Хориал срочно. Ага, возле юнитов написан сток. Это сколько их находится в стоке? Понянька, давайте тогда посмотрим, какого-то, я даже не знаю, какого, Titan Drillman, либо нет. Ну, а почему так мало в стоках находится? Что это такое? Почему так мало? Давайте вот здесь вот. Да, и, короче, показывается на Marketplace самая маленькая цена. Прямо самая маленькая цена. У меня интересно, если я выставлю, к примеру, год для юнита за 10 гемов, у меня его сразу купят или нет? Давайте попробуем. Друзья, давайте, набираем прямо сейчас много лайкосиков, подписочек. Так, я выставляю год для юнита за 10 гемов и засекаем за сколько. У меня его прямо сейчас купят. Раз, два, три. И полетела малышка. Все, я выставил на продажу. Теперь делаем отчет 10. Девять, восемь, семь, шесть. Да, за шесть секунд. Ну, короче, друзья, за четыре секунды у меня купили год для юнита за 10 гемов. Я не знаю, наверное, тот тип, который прямо сейчас купил год для юнита за 10 гемов, он сейчас на седьмом небе от счастья. Дружище, а ты хотел бы купить год для юнита за 10 гемов? Он поставил и кусики сюда. Да, вот так вот, друзья. Да, я бы хотел, конечно, Титан Клокмена тоже так по дешевке продать чисто для контента. Но, друзья, это будет слишком, как бы, не очень круто. Он стоит у нас вроде как 800 гемов. Поэтому давайте, пишите в комментариях, хотите ли вы вторую часть там, я не знаю. Поставьте лайкусики. Правите активчик, так сказать, да. Что у нас там еще новенько появилось? Это у нас Red Laser Cameraman. Как их получить? Покажите мне это, пожалуйста. Пожалуйста, телепортируемся назад. И давайте, я хочу узнать, как получить Red Laser Cameramana. Господи, какие сложные названия. Как они вообще-то выглядят? Ага, вот так он у нас выглядит. Понятно, с такой анимацией прикольненькой. И здесь у нас два тола. Это что? Смотри, у него анимация. Вообще, прикольно. Вот это прикольно, конечно. Разработчик, красавчик. А здесь анимация есть? Нет, здесь анимации нет. Здесь только анимация. Смотри, как это прикольно выглядит. Вау. Круто, круто, круто. Как тебя получить, дружище? Друзья, наверное, тебе нужно выбить Simon's Units. А ну-ка. Это что такое? Угу, понятненько. Окей, тогда идем туда. И давайте посмотрим, что у нас здесь находится. И Large Laser Cameraman. Нет, это у нас старый. Это у нас старый. Странненько. Ну что, дружище, вот такой вот видеоролик получился. Напиши в комментариях, как он тебе поставил якусик, если понравился. Ну а с тобой был я, Влад. Я желаю тебе хороших стрельб и удачки. И пока-пока. Еще встретимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.